Тем временем в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет МЧС, который привез багаж российских туристов, покидающих Египет налегке. Чемоданы и сумки забирают отдельно в целях безопасности. В египетских аэропортах досмотр сейчас усилен, контроль на входе пассажиры проходит часами. Ну а многие из тех, кто только собирался поехать на Красное море после приостановки полетов в Арабскую республику, меняют направление отдыха. Ольга Герасименко обо всем по порядку. Около половины третьего ночи без задержек, как и было намечено, первый грузовой самолет с вещами российских туристов приземлился во Внуково. Сейчас сотрудники аэропорта разгружают около 30 тонн багажа, чемоданы и сумки. Это вещи тех людей, которые немногим раньше покинули Египет. ИУ-76 доставил то, что не вошло в ручную класть пассажиров восьми рейсов, ранее уже вылетевших из Шар-Мальшейха. Мы смотрели новости, мы уже знали заранее, что багаж будет лететь отдельно. Гид предупредил нас, но мы об этом знали. Было организовано в аэропорту, нам объяснили, что сделать с багажом, как его закрепить, то есть как закрепить информацию на багаже, куда его оставить. Полеты в Египет временно приостановлены. Сейчас там находится около 78 тысяч российских туристов. Они будут возвращаться постепенно. Теми же рейсами, на которые у них куплены билеты. За прошедшие сутки самолеты, которые летят в Египет пустые, вывезли несколько тысяч отдыхающих. Люди говорят об усиленных мерах безопасности и тщательных досмотрах, которые сказываются на времени отправления рейсов. Порт египетский оказался совершенно не готов к тому, чтобы увеличился поток пассажиров. Абсолютно. Вот представляете, мы приезжаем туда, около порта стоит уже человек 200 народа для того, чтобы только войти. После этого регистрация на рейс, паспортный контроль и после этого еще один пост проверки. И вот там было, конечно, что-то безумное творилось. Прилетающие из Египта жалуются. Механизм сдачи багажа еще не до конца отлажен. Относительно быстро удается отдать вещи на временное хранение клиентам турфирм. Тем же, кто самостоятельно приобретал билеты и бронировал отель. Зачастую также самостоятельно приходится искать, что делать с чемоданами. Нет конкретной процедуры принятия вещей. Приехали на автобусе, быстро дали какие-то бирки, мы их наклеили, вещи забрали и все. Китанцы не выдали? Куда поедет чемодан? Что с ним там будет? Нас не попросили вытащить планшеты, как обычно, в отдельный ящик сложить их отдельно. Нет, этого не было. Кинули, пошли, пощупали и все. Достаточно серьезно досматривают очень большие очереди при входе в аэропорт, огромные очереди на чек-ин. Оплатившие перелет и проживание в недоступной теперь стране вправе потребовать компенсацию или перенести отдых в Египте на другие даты. Впрочем, турфирмы в разных городах предлагают и альтернативу. В счет оплаченной путевки поискать варианты по другим туристическим направлениям. В зависимости от того, что они выбирали. Есть те, кто выбирал, например, Египет, но он дороже был Таиланда. Значит, они будут получать возврат денежных средств на разницу. Если что-то выбрано, что дороже стоит Египта, значит, они доплачивают на ту разницу. В ближайшее время ожидается прибытие и других самолетов, вывозящих багаж туристов. Намечены и как будут возвращать вещи. В регионы чемоданы доставят регулярными рейсами из Москвы. К доставке привлекут Почту России. Также фотографии багажа без маркировки будут публиковаться на официальном сайте Внуково в разделе «Информация для пассажиров». Узнавших свой багаж, просят связаться со справочной аэропорта. Первые же чемоданы и сумки планируют начать выдавать уже сегодня утром.